Здравствуйте, это Парадокс с Игорем Виттолем, это, соответственно, Игорь Виттоль, телефон в нашей студии 6510-996, код города 495, или пишите на странице нашей программы Парадокс на сайте finnam.fm, а в студии у нас Рафаил Арифович Абтоков, вице-президент некоммерческого партнерства «Безопасность полетов». Как вы понимаете, речь пойдет о безопасности полетов, о всем связанном с авиацией, ну, в общем, и не только с авиацией, вчера была годовщина трагической катастрофы с Булгарией, поэтому и немножко о водном транспорте поговорим уже с другими гостями. Рафаил Арифович, здравствуйте. Понятно, что, в общем-то, как бы в качестве инфоповода у нас сегодня трагическая история с Боингом-3 «Семерки». Там, кстати, с «Семерками» много связано уже любители теории заговоров, такие как мы с Димурой уже посчитали, что там, если сложить количество пассажиров, количество пассажиров с гражданством Китая, то все сходится к «Семеркам», видят в этом какой-то странный знак. Но, тем не менее, говорить мы будем, естественно, не о нумерологии и не о конспирологии, хотя, в общем, тут есть о чем поговорить, а говорить мы будем о том, что современная парадигма полетов, на мой взгляд, вообще современная парадигма авиации, когда пилотов практически полностью заменил компьютеры, пилоты это уже не пилоты, а операторы ВМ, как говорили в наше время, это приводит к трагедиям, и, к сожалению, боюсь, эта трагедия не последняя. Но прежде чем начнем, у нас голосование 5533, короткий номер, русская буква «А», если вы боитесь летать на самолетах, 5533, русская буква «Б», если нет, «А», если вы не чувствуете себя в безопасности и боитесь летать на короткий номер, 5533, и 5533, русская буква «Б», если не боитесь, поехали. Итак, Рафаэл, попрошу вас. Ну, все-таки хотелось начать немножко с цифр. Боин-3-7-ки, выпущено их свыше 1300 штук, потерпели аварию, это вот третья авария, и первая жертва. Цифры сами за себя говорят. Но что касается самого случая, к сожалению, он не первый, и вы, наверное, правильно подметили, наверное, он и не последний. Хотя все делается для того, чтобы облегчить усилия экипажа, пилотов при выполнении самой, пожалуй, трудной стадии полета, это заход на посадку и посадка. Ну, можно, вот, простите, перебью? Тут возникает сразу вопрос. Насколько я понимаю, и я посмотрел очень много сразу после катастрофы, реакцию на форумах различных авиационных, как на наших, так и на зарубежных, везде говорят, что современной авиации, пилотам едва ли не под страхом смертной казни, ну, условной смертной казни, да, под страхом тяжелого наказания, запрещено сажать самолеты в ручном режиме. Так делают везде в мире, так делаются практически все российские авиакомпании. Это так или нет? Нет, не так, конечно, нет, нет. Существуют разные типы или виды заходов на посадку. Да, действительно, считается, что полет, ну, как бы, по приборам, даже в случае ясной солнечной погоды, как было нынче в Сан-Франциско, ну, наиболее точный, что ли. И он приводит воздушное судно, находящееся в нормальной посадочной конфигурации, находящееся в нормальной траектории посадочной, как раз в точку приземления. Ну, вот бывают сбои, были сбои, кстати, с Боингом под Перми. Да, под Перми, насколько я понимаю, другая история. Это, опять-таки, человеческий фактор, но пилоты были... Кстати, как и в этом случае, тут был очень опытный пилот, но на этом типе самолета он летал всего 43 часа. Под Перми, насколько я понимаю, пилоты были вообще не готовы, они недавно летали на этом типе самолетов. И на Боинге, как мы знаем, как на западных самолетах, там, обратный горизонт. А, соответственно, и это привело к трагедии. Об этом мы будем говорить отдельно о российской авиации. Просто с нами на связи еще один собеседник, Олег Михайлович Шмирнов, заслуженный пилот СССР, президент флота, партнер гражданской авиации. Олег Михайлович, и снова здравствуйте. Добрый день. Олег Михайлович, вы с нами? Алло. Да, Олег Михайлович, вы с нами? Алло. Да, вы слышите нас, Олег Михайлович? Да, сейчас слышу. Скажите, пожалуйста, я знаю, что мы с вами неоднократно говорили, и с Рафаилом Латифовичем неоднократно говорили о том, что современная парадигма авиации, когда пилота заменил компьютер, она достаточно опасна. Надо ли с этим что-то делать? Нужно ли менять всю концепцию обучения пилотов как в России, так и за рубежом? Алло, Олег Михайлович, попробуем перейти с ним на связь еще раз. Я могу как бы развить эту мысль. Действительно, вот за последние где-то примерно полтора-два десятилетия в мире в гражданской авиации произошла определенного рода революция, я ее называю. То есть пилоты постепенно превращались из людей, умеющих летать, в людей, умеющих управлять, управлять высокоавтоматизированными системами, коими является воздушное суда последнего поколения. И вот этот переход, он не совсем, быть может, нравится всем, что ли, может так сказать. И некоторые не успевают переучиться на вот эти вот вещи. Ну вот тут есть вопрос, который сейчас попробуем еще раз задать Олегу Михайловичу, да, он вернулся к нам, но я надеюсь. Олег Михайлович, сейчас лучше слышно? Да, слышу сейчас, да. Вопрос, стоит ли в связи вот с тем, о чем мы неоднократно говорили, с той новой парадигмой, когда пилота заменил компьютер, и, как говорил сейчас Рафаил Латифович, ситуация, когда пилоты превратились в операторов высокоавточных, ЭВМ, как мы говорили в свое время, да, менять концепцию образования, как в России, так и за рубежом, концепцию образования пилотов, уделять больше внимания ручному управлению в критических ситуациях, возможно? Я думаю, в этом просто назрела необходимость, Игорь, потому что практика говорит о том, что это делать давно уже пора. Первый такой громкий случай – это французский Airbus, который нырнул в Атлантику местами 70 пассажирами невинными. Второй вот этот случай – это лучший, один из лучших кораблей воздушных в мире, что называется, Boeing 3-7. И, по сути дела, по этой же причине произошла катастрофа из-за недостаточной подготовки экипажа в ручном управлении этим самолетом. Ну, а если взять вот ситуацию до того, когда самолеты еще управлялись пилотами, которые привыкли, скажем так, к механическому управлению, катастрофы самолетов были, человеческий фактор был, и аварий было, наверное, значительно больше. И электроника, которая, появившись в самолетах, она все-таки часть проблем, связанных с человеческим фактором, решила. Правильно? Нельзя говорить, что прогресс всегда сопровождается таким же регрессом, да? В данном конкретном случае, как бы с водой не выплеснуть и младенца, что нужно точечно вести, вот конкретно, чему нужно обучать пилотов, где и как? Игорь, вы абсолютно правы, потому что, в самом деле, прогресс невозможен без его развития, особенно электронного в данный момент, на данном этапе, это естественно. Но пилот обязан уметь пилотировать самолет, даже если он оснащен самым современным электронным и электрооборудованием. Вот такова участь пилота, и все учебные процедуры должны сопровождаться этим, обучать пилота пилотировать в случае отказа электроники. Вот и все. Не отказываясь от электроники, потому что электроника может отказать в одном из тысяч полетов, она может отказать в пяти, а может не отказать ни разу. Но пилот обязан быть обученным. Спасибо больше. Спасибо, Олег Михайлович Мирнов, заслуженный пилот СССР, был с нами на связи. Рафаил Латюфович. Я полностью с ним согласен. Действительно, вот эта революция с конструкцией воздушных судов, с навигацией, с оснащением новейшими технологическими системами, не только управления воздушным судом, но и предупредительными об опасностях, ставят новые задачи перед пилотами. Мировая статистика показывает, что в целом в мире количество аварий, количество жертв в результате этих аварий неуклонно сокращается. В этом плюс, конечно, вот этих вот современнейших и оборудований, и технологических процессов. Но в чем, как бы вот прав Олег Михайлович, в любом случае пилот обязан уметь летать. Не только управлять, но летать. Но все последние годы, и у нас-то в меньшей степени, потому что у нас были несколько других типов самолетов, но и у нас, и на Западе от этой концепции отходили. После выпуска новостей продолжим об этом говорить буквально через минуту. Ну все ж, возвращаемся в студию. Это парадокс с Игорем Витрием. Напомню, у нас идет голосование, если вы боитесь летать на самолетах, короткий номер 55, 33 русская буква, если нет, то на тот же номер русская буква Б. В настоящий момент две трети проголосовавших примерно боятся у нас по-прежнему летать. Итак, Рафаил Владимирович, за все последние годы, несмотря на осознание того, что подобные вещи необходимо делать, нигде в мире, насколько я понимаю, не было переориентировки на то, чтобы пилот умел летать даже тогда, когда отказывает электроника. Поправьте меня, если я не прав. Ну нет, ну что вы. Конечно же, в мире предпринимается многочисленные усилия в этом направлении. И надо отдать должное Международной Организации Гражданской Авиации, КАМУ. Много документов. Вот сейчас вот буквально на днях открыли даже новый сайт, посвященный безопасности полетов, специальный сайт, посвященный безопасности полетов. Но вы понимаете, вот в любом случае, в любом инциденте, авиационном происшествии виден след человеческого фактора. И в связи с этим вот хотелось бы еще раз попытаться как-то обострить внимание на взаимодействие экипажа. Дело все в том, что, опять же, за последние два десятилетия, в связи с изменением конструкции, аэронавигации, технологии, самолетовождения, значит, леска возросла ответственность уменьшенного экипажа. Вы сейчас знаете, что вот такими гигантскими воздушными садами управляют всего два пилота. Причем вот ответственность и роль каждого пилота в каждой конкретной ситуации расписана буквально по операциям, по движениям, по докладам. Это все в стандарт включено. И при этом мы наблюдаем вот случай, подобный вот Сан-Франциско. Есть вот великолепный труд, созданный мировым сообществом авиаторов, руководство по сокращению количества авиационных происшествий при заходе на посадку и посадке. Мы в этом году провели семинар, мы перевели на русский язык, сказали всем авиаторам, берите, читайте внимательно, изучайте. Здесь есть золотые правила, где четко написано, в каком режиме ты можешь нормально сесть. И любое отклонение может тебя привести к такому, что вот как привело в Сан-Франциско. А что конкретно, кстати, произошло в Сан-Франциско, на ваш взгляд? Ниже глиссады, меньше скорость, соответственно, у него не хватило времени для того, чтобы... Принятие решения и захода на второй круг. Он провалил точку принятия решения, и у него просто времени хватило. А опытный пилот, он же все-таки больше 10 тысяч часов у него на лед, а как опытный пилот может провалить, пойти ниже глиссады и пойти с меньшей скоростью, даже если он сидит на новом типе для себя суда? В этом же вот руководстве есть очень хорошее такое выражение. Постоянное повторение рутинных операций каждый день может стать контрпродуктивным. Неважно, на каком типе ты самолета. На предыдущем, допустим, там на 700, ну, грубо говоря, там в 67-м, или на трех семерках на Боинге. Да, они отличаются по системам управления, да, немножко отличаются по характеристикам, но в принципе это каждодневная рутинная работа. И вот почему не сумели, или, может быть, не захотели провести предпосадочную подготовку в полном объеме, почему один из пилотов, золотое правило, не контролировал траекторию скорость, хотя бы один из них, и допустили до того, что за 7 секунд до столкновения только один из них подал голос и сказал, надо уходить на второй круг. Это загадка для расследователей. Я думаю, что американские расследователи разберутся, и мы через некоторое время услышим уже четко причины вот этого происшествия. Вот скажите, пожалуйста, простите, что я вас перебиваю, но у нас, ну практически все годы, да, в России информационный фонд, в том числе и с помощью моих коллег, точнее, я бы не использовал тут слово помощь, да, был достаточно истеричным. Мы летаем на ржавых ведрах, причем речь заходила как и о российском автопроме, советском, обиапроме, простите, да, когда говорили там про Ту-154, про Як-142, мы летаем на ржавых ведрах, это ржавая продукция, устаревшая морально. То же самое, когда стали переходить российские авиакомпании на Боинге и на Ербас, и говорили, нам поставляют старые ржавые, на них уже все отлетали, 20 лет в воздухе, на этом нельзя летать, то есть постоянно идет, потом пошла очередная истерия, связанная с контрафаром. Вот тут уже, кстати, дыма без огня точно не бывает, это с контрафактными деталями, да, с запчастями, которые были использованы, и я знаю, что, к сожалению, в России зачастую используются контрафактные детали, не знаю, были ли из-за этого, да. Я много разговаривал с руководителями авиакомпании, и помимо этого я слышал еще историю, уже сейчас не существующую, это мой бывший гендиректор рассказывал мне еще страшную историю, у них было несколько, слава богу, без трагических происшествий, но происшествий, посадка была в другом месте из-за некачественного топлива, который заливали. Все это создает, в общем, достаточно истеричный фон, и люди, что из этого правда, что нет. Понимаете, мы можем сколько угодно говорить о человеческом факторе, и самый главный фактор, безусловно, и тут уж не то, что дыма без огня не бывает, и тут я, прежде чем вы ответите, просто к нам подключился по телефону еще депутат Госдумы, член комитета по транспорту Олег Анатольевич Нилов, вот я бы ему хотел задать вопрос, Олег Анатольевич, а самое трагическое, не то, что дыма без огня не бывает, а действительно все об этом говорят, профессионалы отрасли, это ситуация и с подготовкой пилотов в России, и с их нехваткой, и, в том числе, зачастую говорят, многие негативно отзываются о разрешении иностранцам работать в российской авиации пилотов. Прокомментируйте это, пожалуйста. Действительно ли ситуация столь болезненна? Ну, знаете, комментарий такой, что с космическими проблемами у нас происходит, да, вот невероятное, казалось бы, событие, когда все разваливается, все падает, а мы знаем, какие средства выделяются, да, какие все-таки усилия предпринимаются, какие кадры там собраны, ну и что говорить про другие обычные, так скажем, виды транспорта. Ну, слава богу, Олег Анатольевич, вот я бы хотел плюнуть несколько раз через левое плечо, благо за ним никого нету, да, у нас, слава богу, в пилотируемом космосе, тьфу-тьфу-тьфу, за последние годы трагических инцидентов не было, да, если мне память не изменяет, давайте постучим по дереву, а что касается лучших кадров в космосе, это уж простите меня, но перепутать полюса, как сейчас называется, это одна из версий аварии с протоном, да, я не знаю, где нужно найти такого кадра, я даже думаю, что если вы сейчас выйдете на остановку, схватите первого попавшегося прохожего, он вряд ли вам перепутает полюса, так что я не знаю, что там с кадрами в космосе, не мне судить, но последствия, мягко говоря, трагические. Да, да, но давайте не будем делать сейчас окончательных выводов и говорить, что именно эта причина. А про пилотов-то скажите, у нас действительно столь острая причина с пилотами? Проблем, конечно, огромное количество, если буквально последние годы практически уже были закрыты военные училища по подготовке военных летчиков, да, сокращены беспрецедентно, значит, учреждения гражданской авиации. Из каких целей, из каких соображений? Ну, сэкономить. Экономит министерство одно, допустим, образование, экономит министерство обороны. Для чего экономит? Для того, чтобы какие-то сохранить деньги, для того, чтобы их направить на какие-то прожекты, для того, чтобы запустить очередную какую-то карусель отмывочную, вот где, я уверен, кроется основная причина. Не полюса поменяли, или там не проконтролировали, значит, техническое состояние конкретного вида транспорта. Есть просто всеобщее, вот такое, какое-то стремление сделать деньги, где бы кто ни находился. Будь то бизнесмен, ему нужна не просто прибыль, ему нужна сверхприбыль. Будь то чиновник, которого не интересует конечный результат, его интересуют вот эти вот показатели, значит, ну, какого-то увеличения прибыли своих ли или ведомственных. Но вот эта заточенность, деньги ради денег и какой-то вот основной критерий, вот причина всех многих, во всяком случае, проблем, в том числе и транспорта. Потому что по ценам, опять-таки, если посмотреть на цены, на авиабилеты, я думаю, что мы впереди планеты с ней, да? А по качеству, по гарантиям, по безопасности, ой-ой-ой, где мы находимся. Но такого не бывает, не бывает таких чудес, да? Чтобы деньги уходили из карманов граждан, значит, и где-то растворялись, да, без остатка. Значит, нужно искать вот эту причину, находить ее, прижигать каленым железом и выправлять ситуацию. Спасибо. Олег Анатольевич Нилов был с нами на связи, депутат Госдумы. Как-то вы, Рафаил, возмущенно нам махали руками. Дело-то в чем? Вот говорим, там нехватка пилотов, иностранных давайте, дастарбайтеров приглашать. Вот только что был на общественном союзе Росавиации. Там прозвучали такие цифры. Сегодня, вдумайтесь, 400 выпускников авиационных училищ, то есть пилотов, находятся без работы. К концу года еще порядка 500 человек должны пополнить эти ряды. Так в чем причина-то? Не знаю, мне все годы говорили, в том числе вот и Олег Михайлович, что недостаточное количество профессионалов выпускается нашими училищами. С самого начала я говорил, что эта компания затеяна для того, чтобы сбить накал социальных вопросов в авиакомпаниях. Только ради этого, больше ничего. Компания какая была затеяна? Компания по приглашению или законодательному оформлению приглашения гастарбайтеров для работы пилотов. А гастарбайтерами мы кого называем, понимаете? Иностранных пилотов. Я понимаю, что иностранных пилотов. Каких иностранных пилотов? Если к нам придет пилот-профессионал, который налетал там в каком-нибудь Эр-Франсе, при всем там моем не самом нежном отношении к этой авиакомпании, это одно. А если придет человек, который, ну опять-таки без обид, закончил в какой-нибудь далекой стране, не славной авиационными традициями, авиационные училища и два года налетал на местном кукурузнике на каком-нибудь, или на Эмбрае, и он садится за штурвал Боинга, то я категорически против этого, да? Кто гастарбайтеры? Если так же, как у нас происходит с тем, что вместо того, чтобы дать работу российским гражданам, у нас приглашают граждан из Средней Азии, вы киваете... Согласен, согласен. А приглашают-то кого сейчас? Вот кого вы поднимаете под иностранными пилотами? У нас же они уже начали работать, насколько я понимаю. Ну, я не знаю таких пока примеров. Примеров пока нет. Да. И боюсь, что трудности с появлением этих примеров будут. Почему? Ну, отвечу очень просто. Сегодня практически все... Уже после выпуска новостей, да, примеры приведем. Через минуту ровно. Ну, что ж, мы возвращаемся в студию, где мы с Рафаилом Аптуковым беседуем о безопасности полетов. Кстати, вот голосовалка, которая у нас идет, напомню, 55-33, русская буква А, если вы боитесь летать на самолетах, 55-33, русская буква Б, если не боитесь, пока у нас идет 50 на 50. Все-таки не так все трагично. Так по поводу пилотов, да? Я очень просто скажу. Все авиакомпании мировые, те, кто летает в Россию, проходят, ну, будем так говорить, специальную подготовку для полета в Россию. С чем это связано? А очень просто. Мы до сих пор, весь мир измеряет высоту в футах, в авиации, мы в метрах. Мы до сих пор говорим на русском языке, авиадиспетчеры, пилоты обмениваются, а весь мир на авиационном английском работает. Ну, подождите, подождите, подождите. Я часто слушал работы диспетчеров и в Шереметьево, и в Домодедово, и во Внуково, они все общаются на плохом, на английском с иностранными компаниями. Вы это точно подметили, на плохом, на английском. Но, забыли так еще одну часть фразы, с иностранными. Да, с нашими по-русски. А с нашими по-русски. Результат, ну, слава богу, пока не было, как говорят, серьезных происшествий по этому поводу. Но, если дальше так пойдет. Да еще когда иностранцы сядут за штурвал. Давайте тогда копать глубже. Значит, тогда давайте уже поговорим об оснащенности российских аэропортов. В том числе системами, которые облегчают посадку. О том, что в целях экономии с ряда российских самолетов многие авиакомпании поснимали системы, которые тоже облегчали. Вспомним катастрофу в Петрозаводске. Где там, конечно, много было факторов. В том числе назывался и нетрезвый пилот, если мне не изменяют память. Но существуют системы, которые действительно... Теперь возвращаемся в начало нашего разговора. Та разумная электроника, которая помогает, да, выходить на курсы глиссаду с помощью автоматических приводов хотя бы, да? Существует? Существует. Так называемые инструментальные системы. Инструментальные системы. Были они демонтированы на ряде российских самолетов? Были. Зачем? Нет, но на самолетах-то они как бы не могут быть демонтированы. На самолетах есть некоторые системы, допустим, по предупреждению столкновений с землей, да? Которые были демонтированы, чтобы сэкономить там по 42 тысячи долларов, если мне не изменяет память, которые они стоят. Да? Это другое направление немножко. Но тем не менее, были демонтированы системы, которые прямую имеют отношение к безопасности? Да нет, такого как бы демонтировать. Демонтажа-то я чуть даже и не слышал. Я слышал. Другой вопрос, что наши традиционные, наши воздушные суда Туполевские, значит, не были оснащены дополнительным оборудованием. Правильно. По требованию ИКАВ. Это да, это было такое и есть. Хорошо, не демонтаж, она не была поставлена, скажем так. Оборудование, да, давайте так переформулируем. То есть отсутствует. Да. Из цели экономии оборудование, отвечающее за безопасность. Опять-таки, курс посадочный в аэропорт не во всех установлены. К сожалению, да. То есть состояние наших аэропортов не в полной мере, большинство аэропортов, даже, насколько я помню, Шереметьево, поправьте меня, если я не прав, не в полной мере соответствует мировым стандартам. Ну, не будем говорить о московском аэроузле, а вот чуть восточнее Урала, да, там проблем хватает. И действительно, вот, ну, представьте себе, даже если взять там пилота, пролетавшего в Аэр-Франс, как вы сказали, да. Ну, условный Аэр-Франс, я назвал. И пустить его на внутренние линии, там, по Москва, ну, грубо говоря, там, тот же Якутск, допустим, да, то у него возникнет масса не то, что... У него не хватит знания специализированной инвективной лексики, я боюсь. Нашей специфики, знания именно нашей специфики, которая будет выражаться, да, где-то недостаточно оборудования, где-то там регламенты установлены, то есть выключается в определенное время, да, лексика русского языка, то есть он должен сдать, по сути дела, экзамен на знание русского языка. Вы знаете, о состоянии взлетно-посадочной полосы... Это песня. Об этом можно говорить долго и... Я когда во Владивостоке в преддверии саммита ОТЭС приземлился, мне дурно стало, у меня было такое ощущение, что я сажусь в Сталинграде вот сразу после бомбежки. Ну, потом говорят полосу, и с дорогами это же самая проблема, вот это больная тема Дальнего Востока, что там умудрились делать. Но надо признать другое. Сегодня около ста процентов авиационных пассажиров перевозятся на воздушных судах иностранные постройки. Это и Боинги, и Эрбасы, и Эмбрайеры, и другие... СААБы. Значит, я не беру даже деловую вот эту вот авиацию, а как бы только те, кто работает по расписанию, ну и по чартерам, естественно, да. Так вот, вот это, ну, как бы вызывает новое требование к подготовке пилотов, в первую очередь, подготовке наземного персонала, что немаловажно, аэропортового своего персонала. Как быстро можно и нужно было сделать? Да, в принципе, это можно было бы, конечно, делать. Пилоты, да, учатся там на заграничных тренажерных центрах или на наших тренажерах, которые есть там в аэрофлоте, сейчас появились других ведущих авиакомпаний. А вот с наземным персоналом, как быть? Где их обучать? А теперь подумайте еще о такой вещи, значит, вся документация на английском языке. То есть техник должен знать английский язык, грузчик и тот должен знать английский язык. Мы готовы к этому? Нет. Мы готовы к тому, что командир или там второй пилот, так называемый гастарбайтер, пускай даже из Франции, Соединенных Штатов, там Южной Африки или откуда-нибудь еще, он готов общаться со всем вот этим персоналом? Наверное, нет. Мы должны решить одну стратегическую задачу, привести свою нормативную базу, наши федеральные авиационные правила, в соответствии с требованиями ИКАО. Но не только привести саму нормативную базу, но и вырастить поколение, которое будет работать по этим новым правилам. Как это сделали в Китае в течение примерно 10-12 лет? Они собрали международных экспертов, попросили их помочь написать им правила, что и было сделано в течение примерно 5 лет. После этого, пользуясь вот своим, ну, таким социальным устройством и силой административного воздействия, заставили переучить всех пилотов, весь наземный персонал. Теперь у меня к вам вопрос. Вы последний раз о серьезной аварии в Китае слышали когда? Вот и я так же вам не могу сказать когда. Но была. Ну, вы знаете, у меня одно из самых страшных, вы просите, я вас сейчас перебью, у меня одно из самых страшных воспоминаний, это как раз полет одной из китайских компаний. С нами просто на связи еще один радиослушатель, Юрий, я хотел бы послушать, что он скажет. Юрий, здравствуйте. А, добрый день. Добрый день. Меня Юрий зовут. Сейчас прием сделаю потише. У меня несколько замечаний. Я вот по поводу пермской аварии, значит, я... Я про Петрозаводскую говорил. Ой, не-не, я просто вот, я хорошо знаю твою компанию, там, Нортавиа, как она, Аэрофлот Нортанш называлась. Я просто вам напомню, что второй пилот был на 10 лет, имел больше стажа, чем первый. То есть он недавно переучился, и у них вроде бы там возник спор в этом плане, так сказать. Ну, вы понимаете, что командир более молодой, а этот более опытный. Ну, в общем, там у них своя версия ходит, в отличие от официальной версии. Но не в этом дело. Вот полторы недели назад возвращался из Кипра, я часто через Шеметь вылетаю, знаю эшелоны, где как-то заходит, летит, значит, 747-й Трансайра. Я так в окно выглядываю, не пойму, где я нахожусь. Мы летим строго, заходим от Зеленограда на Череметьево на безумной высоте. Он пролетает сверху, резко с креном падает вниз, значит, разворотом на 180 градусов. И я просто представляю, много-много десятков раз залетал со стороны Дмитровки, на какой высоте мы должны заходить там по Глиссаде. Я смотрю, он просто камнем, значит, на эту Глиссаду опускается, опускается. В общем, люди как-то испытывали ажиотаж, у меня холодок был по коже, потому что я понимаю, что вот это вот он делал разворот, значит, безумная экономия, так как это чартер. Он экономил топливо, он, значит, ну вот, с моей точки зрения, какой-то беспредел, потому что вот он пишил, торопился. Ну, в общем, явно все шло не так, но мне, опытному пассажиру, было заметно. Вот как с этим бороться, когда они на нас, особенно в чартерах, вот... Спасибо большое, Юрий, это как раз очень важная тема, и я не знаю, опять-таки, Арфаил, вам виднее или нет, один то ли миф, то ли действительно реальная ситуация, потому что зачастую говорят, что руководство авиакомпании, в том числе и небольших, и этот фактор опять-таки назывался с Руслайном... Руслайн, по-моему, был Петрозаводский, да? Если мне не изменяет память. Да, да. Они, кстати, пересели теперь из ту 154, по-моему, на Эмбраер, если мне не знали. На другие самолеты, да. Да, потому что они мне предлагали тут как-то из Махачкалы с ними прокатиться, мы там были на встрече, но я как-то не рискнул. Что руководство авиакомпаний, чартерных, небольших авиакомпаний зачастую в целях экономии заставляет пилотов перерабатывать часы, экономит топливо, экономит на каких-то еще вещах, в том числе и на обслуживании самолетов, то есть рискуют до последнего. Это миф или нет? Я понимаю вот как бы состояние вот этого пассажира и могу даже привести пример из собственной пассажирской практики. Ночь, мы взлетаем из Шереметьево и в подъеме вдруг крен, как мне показалось, превышающий предельное значение. Когда рейс закончился, я вернулся в Москву, я позвонил в Аэрофлот, попросил ребят дать расшифровку вот этого взлета. И когда расшифровали уже показания датчиков, оборудований, приборов, значит, мне показали, что все было в пределах нормы. Нет, но бывают субъективные, мне тоже зачастую кажется. Понимаете, вот где грань между аэрофобией и вот этой немножко... Нет, но я в данном случае как раз Юрию верю, потому что опытный пассажир, вот я бы в том числе, тоже бы высоту захода на посадку вполне способен определить, а также насколько самолет правильно выходит на курс посадочной агрессии. Я не говорю, что я там не верю, но на каждый аэродром существует схема захода на посадку. Это закон. Несколько схем захода на посадку, естественно. Естественно, там в зависимости от условий внешних, там, метеорологических и так далее. Нарушение этого закона карается, карается смертью. Пример Палана. Он нарушил схему захода на посадку. Он разбил самолет, он погиб, и погибли пассажиры. Неужели за штурвалом или за джойстиком самолета сидит самоубийца? Я в это никогда не поверю. Другой вопрос. Лихачество, да, иногда присутствует. Что это значит? Да, отклонение от схемы. Туда-сюда, немножко левее, немножко правее. Отклонение от траектории захода на посадку. Выше, ниже, быстрее, тише. Рафаилов, знаете, я вам на это отвечу. А как вы считаете, за рулем автомобиля сидят самоубийцы? Да, зачастую, да. Да, опытные водители решают, вы знаете, извините за выражение, что они бога за бороду схватили. Знаете, как говорит человек, который меня 27 лет назад учил водить машину. Я вам об этом после выпуска новостей расскажу. У нас, тем более, радиослушатели. Буквально через минуту. Напоминаю, это парадокс с Игорем Витарем, беседом о безопасности Палотов с Рафаилом Абтуковым. Так вот, прежде чем я дам слово радиослушателю, который нас уже заждался, такой человек, который меня учил водить машину, он говорил, что новичок, он всегда считает, что с ним ничего не случится. И, естественно, с ним случается. А профессионал, каждый раз, выходя на дорогу, знает, что случится. Но, тем не менее, даже среди профессионалов попадаются люди за рулем. Поэтому такое лихачество тоже кажется. Ну, я эту посадку делал 10 тысяч раз, что же. И, к сожалению, тот самый пресловутый человеческий фактор. Олег, мы вас слушаем. Олег. Добрый день всем. Добрый день. Только приемчик потише сделайте, а то эхо идет у вас. А прием нельзя его потише. Добрый день еще раз всем. Я летчик-инструктор ДОСАА. Вот хотел бы поговорить на тему подготовки пилотов в опасных режимах. Вот, может быть, кто-то из старых помнит, была практика в 70-80-х годах, к сожалению, недолгая. Отсылали пилотов в аэроклубах, которых у нас тогда было много, в общем-то. И была целая программка. Тренировали мы их на штопора. Ну, в основном на штопора. Ну, и другие, там, при штопорные режимы, опасные режимы полета. Почему не сделать это сейчас? Ведь цена совершенно смешная в аэроклубах летного часа Як-52 того же. Ну, в общем-то, все же позволяет. Вы знаете, это риторический вопрос можно задать. Это не риторический. Рафаил готов ответить, да. Это очень серьезно. И спасибо, что вы поняли этот вопрос. Действительно, значит, подготовка линейных пилотов, занятых вот нашей коммерческой, будем так говорить, авиацией, для полетов на околокритических режимах отсутствует. Единственное, вот я знаю, ГОСНИИ гражданской авиации, ну, типа, эксперимент, что ли, провела с пилотами Владивосток Авиа. Их вывозили и показывали, что может и как происходит вот подход к околокритическим режимам полета. Прежде всего, конечно, к штопору. Это было после трагедии вот Иркутской, когда Ту-154 упал. Мы не единожды ставили вопрос о том, что, да, такую программу надо развивать. Где? В аэроклубах ли? Или при училищах? Или при ГОСНИИ гражданской авиации? Но такая программа должна быть. Для, ну, тех, кто вот не знает, я могу сообщить, что в свое время МИЗОХ, знаменитый наш летчик, значит, написал небольшую брошюрку полеты вот на околокритических режимах, на наших самолетах, я имею в виду Туполева, Ильюшина, Яковлева. На сайте, на нашем, это есть, этот материал. Но то, что это надо делать, да, надо делать. Спасибо. С нами на связи. Я, как вам обещал в начале передачи, мы, к сожалению, год прошел вчера с момента трагедии Булгарии. Владимир Викторович Рудометкин с нами на связи. Гендиректор ГИПРР, Академик Российской Академии Транспорта. Владимир Викторович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, за прошедшее время было сделано что-нибудь, что позволило повысить безопасность на водном транспорте и на речном транспорте в частности? Ну, безусловно, такие трагедии, как в Булгарии, они не проходят даром. И определенные выводы были сделаны, знаете как, те предприятия, которые должным образом относились и к своей деятельности, и к безопасности как судоходства, так и эксплуатации транспортных средств, они, что называется, и до трагедии блюли честь мундира, так и они сегодня достаточно правильно относятся к своей деятельности. Но я еще раз хочу повторить то, что я уже не раз говорил. Ну, трагедия в Булгарии заключается не в том, что судно имело достаточно, как говорят, преклонный возраст. На водных просторах многих стран ходят теплоходы гораздо более старшие по возрасту. И самое главное, как судно содержится. Должным ли образом проводится текущий ремонт, капитальный ремонт, насколько слаженная команда экипажа, насколько она правильно относится к порученному делу. Тут много факторов. Насколько она не пытается на мелочах экономить, как вы знаете, и это было одной из причин того, что там же было наложение многих факторов. Поэтому нельзя все сваливать на возраст судна, тем более... Там не только на возраст судна говорили о нарушении правил эксплуатации, говорили про нарушение правил, действительно, про экономию, то, что судно находилось в аварийной ситуации. Дело же не в возрасте, а в том состоянии, в котором оно доходит. Я считал о том, что там было наложение многих факторов. Как правило, когда происходит такая трагедия, одна причина не может быть основной. Там всегда происходит цепочка. И тут, к сожалению, они наложились друг на друга, и в итоге мы получили такой печальный результат. Можно ли говорить, что структурные проблемы, которые существуют в безопасности водного, в том числе и речного транспорта, были устранены? Думаю, нет. Структурные проблемы, конечно же, не были устранены. Вы не найдете на сегодняшний день ни одну отрасль в нынешней России, где бы структурно проблемы были бы решены. Спасибо, да, большое. Напомню, с нами был Владимир Викторович Рудометкин, директор ГИПР и Речи Транса. А с нами на связи Юлия. Юлия, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я хочу... У меня есть тоже конкретное предложение по поводу повышения безопасности полетов, поскольку я тоже опытный пассажир. В свое время я жила на Крайнем Севере, и связь с Большой Землей у нас была только авиа. И только у меня налета больше 10 тысяч часов. Достаточно много. Что хочу сказать про пилотов, которые работают именно в условиях Крайнего Севера. Это профессионалы с Большой Буквы. Поскольку мы всегда садились в плохих погодных условиях, при плохой видимости, на обледенелой полосе, в бураны, в морозы, у нас просто по-другому не бывает. То есть вы предлагаете пилотов посылать на Крайне Северную стажировку? Да, абсолютно. Если вспомнить аварийную посадку под Ижмой, несколько лет тому назад, когда никто не пострадал на Ту-154-м, сажали в Тайгу, это только потому, что за штурвалом были пилоты Крайнего Севера. И почему бы нельзя сделать на базе нашего же Крайнего Севера международную школу обучения пилотов? Экстремальная школа авиавождения такая? Она не экстремальная. Она для того, чтобы были профессионалы за штурвалом. У них, естественно, что в жизни не будет такого экстрима, как на Крайнем Севере. Но вот эта школа пойдет всем на пользу. Да, вот недавняя катастрофа в Штатах, где посадили при нормальных условиях, не смогли посадить самолет при нормальных условиях. Вы знаете, я хочу вмешаться в это. И, безусловно, про трагедию мы это знаем, и про южнокорейского пилота. И мы с нее начали, это наша новость, которую мы сегодня обсуждаем. Но я хочу вам напомнить, что несколько лет назад в гораздо более трагической ситуации пилот умудрился посадить самолет на Гудзон. Да. Вылетающий из аэропорта Ла Гвардия в Нью-Йорке самолет был посажен на Гудзон. Как вы понимаете, это тоже пилот высочайшего класса. Абсолютно полностью согласен, да. И опять-таки пресловутый человеческий. Мы не можем огульно обвинить всех международных пилотов в том, что им не хватает профессионализма, чтобы посадить самолет в условиях Крайнего Севера. Но, безусловно, человек, который на протяжении многих лет, как вы говорите, сажает самолет на обледенелую полосу, он в нормальных погодных условиях, скорее всего, сядет как-то лучше. Рафаил. Ну, иногда Крайний Север приходит и в Москву. Вспомните. Да. Два года тому назад предновогоднее состояние аэропортов наших. Ну, и не только предновогоднее. Вот там было связано еще с нарушением электроснабжения все-таки. А вот что касается вот пилотов на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, да, тут есть с одной стороны, чем, кем, вернее, гордиться, а с другой стороны, есть и большущая проблема. Проблема заключается в том, что вот те авиакомпании, оперирующие на просторах бескрайних, Якутии, Дальнего Востока, Крайнего Севера, испытывают голод в пилотах. Испытывают настоящий голод в настоящих пилотах. Это связано с тем, что наверняка они не платят заработную плату достойную. Ну, естественно. Ну, не то, чтобы даже там вот достойная, недостойная, а вот та разница сумасшедшая между оплатой труда ведущих авиакомпаний, там тройки, пятерки наших ведущих авиакомпаний, и всех остальных, она уже сейчас вызывает, ну, такое серьезное беспокойство. Именно с точки зрения обеспечения безопасности полета. И мы с вами наблюдаем картину. Там Ан-24, тут Ми-8, там и так далее. Понимаете? И причем вот эти события-то, они как раз... Кадры перетекают, безусловно, из тех регионов, где они не могут работать и получать достойную. Да, как раз вот это говорит о том, что где-то проколы, просчеты в подготовке, где-то иногда даже пренебрежение правилами. Иногда, ну, не хватает практики, знаний. Рафаэль, я вот на секундочку хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили, что не самоубийца, а же за штурвалом сидит. Я позволю себе напомнить, что одной из причин катастрофы Булгарии было названо как раз то, что было некое лихачество. Более того, капитан, который знал, что он управляет судном, находящимся в аварийном состоянии, он не самоубийца. Самоубийца. А я вам другой пример приведу. Капитан Коста Конкордии. Помните, в Италии затонула капка назад у нас, да, круизное судно? Поведший себя как последний, я не буду говорить это слово в эфире, да, настоящий, если вы помните, были опубликованы его переговоры с диспетчером берега, да, то, что ему говорил диспетчер. Прекрати вести себя как тряпкой, возвращаясь на судно. Так вот, он что, не самоубийца был, когда он нарушил правила? Он решил пофорсить. Я тоже могу привести знаменитый пример. Air France над Атлантикой. Да. Что они, самоубийцы, когда бросили управление самолетами, начали искать неисправность компьютерной системы. Давайте еще вспомним, когда аэрофлотовский рейс в Сингапур, если вы помните. Можно вспоминать. Когда детям давали порулить. Ну, это самоубийцы, это самоубийцы, да. И не просто самоубийцы, а еще, к сожалению, царство им, конечно, небесное, но и убийцы. Потому что люди позволяют себе такие вещи. Я так не считаю. Я так все-таки думаю, что это особенности человеческой психики, человеческого поведения. Потому что ничего плохого с тобой не может случиться, считай. Нет, нет, нет. И вот, понимаете, тонкость руководителя авиакомпании, аэропорта, командира воздушного судна, именно заключается в том, чтобы не допустить подхода к гонке, грани вот этой. Поймите, это не просто навык, это не просто можно человека заставить. Нет. Это уже и воспитание, и длительная подготовка, и создание обстановки внутри. Как это небанально звучит. Компания, аэропорта там и так далее. Рафаэл, у нас передача подошла к концу. Я думаю, в ближайшее время мы, к сожалению, вернемся к этой теме. Рафаэл Аптуков был у меня в студии. До завтра в то же время. Рафаэл Аптуков. Продолжение следует...